Привет, друзья! Что ж, сегодня спонтанная съемка, у Лехи оказалась под рукой, крутая камера, поэтому для вас мы снимем не тренировку, представляете себе, не тренировку, на самом деле, это депутат будет немного разговоров, немного ответов, а может быть даже много ответов на ваши вопросы, которые вы навалили мне в инстаграме, я решил, раз вам там это интересно, немного просмотров, то почему бы на актуальные вопросы не ответить в формате ютуб, и не сидя в машине или на стульчике, а просто в лайфе на тренировке. Качать сегодня я буду, что, не лямки, в спину, будет большой объем подтягиваний, потому что поясница такая перегруженная, тренировок очень много, они ежедневные, уже через 17 дней турнир Мистер Олимпия в Португалии, и, собственно, все, я, Рома Халиулина, Леся Качура, Мельников, еще, я уверен, куча ребят из России будет, куча ребят из Украины, наших друзей, я думаю, что всего СНГ, если что, ребята, вы смотрите, то у нас с Ромой снят дом, у нас есть своя лужайка, гриль, поэтому в любом случае по звонку мы вас ждем, у меня, как всегда, с собой будут весы, поэтому контроль веса без проблем, уже 13-го числа вечером мы будем там, поэтому все знают мой директор, у многих есть мой телефон, друзья мои, всем всегда рад, чем можем, поможем, едем с багажом, так что будет и аргининчик, и цитрулинка, может, надо, подсыпем, насыпем, все организуем. А вам, брат, ну, маленькую для себя, знаете, такое, всегда что-то старое, сейчас надо, ребята, без углеводов, чтобы сформулировать, новое, все хорошо забытое, старое, у генетика не было в добавке бета-аланин. Хорошо фокусируется, Лех? Или девочки? Проверили камеру. Итак, ребята мои, это бета-аланин, его часто добавляют в разные претенировочные комплексы, но порция ограничена, да, черпачком зачастую, и, ну, не насыпешь всего по 5 грамм, да, потому что получится порция претренов весом, как порция протеина. И вот мы выпустили, буквально неделя прошла, бета-аланин уже есть на сайте, kineticlab.ru, кстати, русл супер, промокод мой внизу под видео есть, будет скидка, скидка реально большая, и если посчитать, даже дешевле, чем на том же самом Wildberries, получается, цена на большинство товаров, если нет специальных акций. Так вот, бета-аланин, выпил на прошлую тренировку, тренировал дельтой, есть программа, примерный план, ну, моя память, что я поднимал, качаюсь, 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 в итоге не устал, не устал, не понял, в чем дело, вроде бы интенсивность, и пам, и веса все те же самые. Ну, ладно, не устал, не устал, думаю, хороший день, может быть, вот то, что я там съел пару бананов на выходных, специально подгрузить углеводов, дополнительно, думаю, отлично. Потом примерно 6 часов вечера, может быть, там 6.20 еду в машине, и понимаю, что у меня резко начинают рубить. Не то, что рубить, я просто начинаю засыпать, включаю автопилот, автоследование, двигаюсь, состояние было убито, и понимаю, что по ходу дела реально сработал бета-аланин. У меня была такая выносливость огромная, даже повышение карнозина в клетках, выносливость была сумасшедшая. Я могу сравнить, в свое время я применял такой препарат, можете погуглить, биметил называется. Биметил, вещество, торговое название в Российской Федерации было метапрод. Интересный очень продукт, сейчас его, к сожалению, не найти, хотя он очень дешевый. Вот после него было такое же ощущение нереальной выносливости и работоспособности. То же самое дал мне бета-аланин. То ли у нас, как обычно, он какой-то волшебный получился, оказался, потому что мы стремимся выбирать для вас лучшие компоненты. Короче, была пушечная тренировка, рассчитываю, что это будет такая же. Я уже все выпил, и, кстати, закинул еще одну штучку. Это уже к вам вопрос, сейчас нужно будет написать комментарий. Ребят, выпил я трентал, трентал, это тентоксифилин, как говорят врачи, пентоксифилин. Пентокси, правильно. Тентоксифилин говорю я, а пентоксифилин говорят врачи. Этот препарат тоже необходим для пампа и для улучшения реологии крови. И вот мой вопрос. Если вам интересно вообще поговорить про аптечную, про аптечную фарму, так называемую, а может даже про фарму, напишите в комментариях, какие препараты вас интересуют, про что вы слышали, может, вы правда думаете, что можно накачаться на аратате калия, и вообще зачем он нужен. Если есть запрос на такую информацию, я с удовольствием для вас, для вас с вами ей поделюсь. Прости меня, да? Прости, я же милашка, прости мне оговорочки. Вот теперь мы делаем заток воды и проверим, как качки не умеют подтягиваться. Есть маленькая особенность в моей анатомии. Пиздюки. Маленького роста. 175 сантиметров у меня рост. И, в общем, прыгать я не очень хочу, поэтому мне нужна ступенечка. Лёх, пойдём туда, там никого нет. Кажется. Либо там дамы. Сейчас я соберу свои лямочки. Да, столько трудов, да, приматываться, таскать, чтобы 6 раз подтянуться. Ладно, шутка. Вообще, ну 20 раз. Подумал, не буду делать больше, чтобы нормально сделать подходов и не выпендриваться. Зачем вот это вот всё, да? Сейчас, да. Нет, будем нормально тренироваться, потому что скоро соревнования. Вообще, сейчас я сбегаю за телефоном, вернусь, и мы будем читать вопросы и на них отвечать между подходами. В общем, вопросики у нас есть. Вот на них-то мы и поотвечаем. Всё по лайву. Так, ну погнали. Ты ставишь гормон роста утром и вечером. А если есть возможность такая, то ещё и перед тренировкой. Вообще, в идеале, максимально делить суточную свою норму на определённые моменты. Есть идеальные точки, так скажем. Наверное, самые две главных. Это утром натощак применения и вечером до сна. Ещё две точки, так скажем, приоритетного использования момента инъекции. Это до тренировки, уже внутримышечно, чтобы пик быстрее поднялся. И после тренировки. Также внутримышечно. Утреннее и вечернее инъекции могут делаться как внутримышечно, так и в подкожно-жировую клетчатку. Если она у вас ещё осталась. Сейчас мне уже больновато колоть, потому что там что-то мало жирка. Вот так, друзья мои, с гормоном роста связано меня. Так. Где сейчас берёшь астероиды? Слушайте, ну... Так скажем, наверное, не для видео. Кому прямо очень хочется спросить, где крайний раз заказывал, в директ напишите мне в инсте, я вам хотя бы скину. Подскажу. Так. Длинный вопрос про Рома Кулиулина. Отвечу после подхода. Почему ваша продукция на сайте стоит дороже, чем в магазинах Спортпита? Магазины есть разные. Некоторые демпингуют. Есть особенности регионов. Плюс у нас указана рекомендованная цена. Как вы, наверное, видели, такое есть на любом продукте. По промокоду RUSULSUPER, например, будет минус 15%, и эта цена реально будет низкая. И у всех наших спортсменов есть личные промокоды. И чтобы, скажем, поддержать вашего атлета, которого вы любите, показать его, ну, реально, эффективность, эффективность для его оценки, для оценки конверсии от него, то используйте промокод для кого-то из спортсменов. Мы увидим, что от него приходят люди. Это для атлетов, кстати, очень важно. Вот. Поэтому цена не выше, есть промокоды. Плюс у нас есть бонусные баллы. Они копятся на сайте, ими можно расплачиваться. Генетик рубли. Генетик коин. Пора. Хотел телефон положить. На это. Ого. Кстати, ты снял, Лех? Подожди. Шорт это. В цвет кедиков. Все должно быть красиво. Поехали дальше. Был вопрос. Почему начал тренировать Романа Халюлина? Ну, на самом деле, ответ на него очень простой, потому что Рома Халюлин обратился ко мне. Я вру. Нет. История была такая. Роман захотел попасть в команду Генетик. Обратился к одному из моих менеджеров, моему сотруднику. Мне про Рому рассказали, показали, познакомили. Я одобрил. Рома пал в Генетик. После там были в команде Лит-джим перетрубации, и нужно было ему менять тренера. И вот он был, так скажем, в поиске, с кем работать. И общаясь с моим сотрудником, спросил, а к Руслану вообще можно попасть? Ему сказали, попробуй Руслану написать. Или типа того. В общем, обратился он ко мне, сказал, да, давай поработаем, давай попробуем. Тем более, Элит-джим должен был за него платить мне. Но потом случились разные там тоже моменты. В общем, пропала поддержка у ребят, такая дополнительная, финансовая. Ну, мы с Ромой договорились, потому что раз я взялся, я должен довести до результата человека. А это турнир Мистер Олимпия. Вот. Ромка выиграет. Половина призовых моих. И мы будем в расчете. Нет, я серьезно говорю, ребят. Это серьезно так. Вот. Поэтому так он ко мне и попал. Все, он захотел. Значит, ему было интересно, а мне не совпало. Но вот сейчас, короче, мы берем просто кадры, каким он ко мне пришел после чемпионата мира. Кадры. Теперь кадры, каким он сейчас, вот как он выглядит. И, соответственно, сейчас мы ставим эти кадры вместе на экране. И вот, ребята, что получилось. Наш прогресс получается сколько? Полтора. Наверное, полтора. Может, вот. Немножки полтора. Чуть меньше полутора лет совместной работы. Колоссальная разница. Пеноменальный прогресс. Одаренный человек, на котором срабатывают все мои методические указания, которые он выполняет. Есть где-то там, да, упущение. То, что я не могу быть на каждой тренировке рядом. Это невозможно с моей работой. Но не думаю. Естественно, возможно. Но маловероятно, что с кем-то были бы настолько значительные и реально феноменальные изменения. Субтитры сделал DimaTorzok у вас нереальный прогресс думаю можете стать про в этом сезоне наверное кто-то ошибся не мне это писал ладно шутки нет прогресс правда у меня хороший я доволен формой касательно турнира мистера олимпия португалии правда есть вероятность форма хорошая конкурентная если не будет супер одаренных природой спортсменов которые бывают и проезжают не всегда вероятность добрать категорию действительно считаю есть оценивая прошлый сезон и все людей которые выступают готовить какого-то генетического уникума мне не победить по каким-то природным особенностям там травмам быловой занятости в общем есть адекватные причины на почему точно я там не не еду точно все забирать карту нет но вероятность действительно есть потому что прогресс очень хороший я больше чем в прошлом сезоне я уже суше чем в прошлом сезоне у нас гораздо больше времени для подготовки потому что тот раз мы прилетели перед самым взвешиванием сейчас мы прилетаем за несколько дней до взвешивания будет время адаптироваться отдохнуть подвестись более комфортном режиме вот поэтому но мне очень приятно на самом деле не так важно стать про только важно показать реальный прогресс потому что мой прогресс будет о том что прогрессировать может каждый ребята у меня пять направлений бизнеса больше 150 людей подчиненных я стараюсь проводить максимум времени с ребенком как-то реализовываться эффективно работать и тренироваться я все-таки немножечко занят единственное что не успеваю это достаточно много читать как хотелось я читаю все равно постоянно какая-то книга у меня в прочтении хотя бы за пару месяцев одну книгу я закрываю поэтому благодарю прям искренне приятно прочитал даже ну прям приятненько мне как сохранять дисциплину на сушке очень просто когда я вижу результат своей деятельности я этим очень доволен и меня это очень сильно мотивирует систематизирует и позволяет держаться поэтому если бы не было прогресса и я не видел ответа своего организма на режим питания на режим тренировок на режим фармподдержки мне было бы тяжело я бы разрывался как многие делают но когда я вижу реальный быстрый хороший прогресс чувствую вашу поддержку и что вы это подмечаете мне становится просто это касается и работы я работаю очень эффективно компания растет каждый год с момента своего существования она очень сильно расширяется и направление расширяются то есть сейчас банк банально не банально но вот мы приобретали вы помните буквально полгода назад 3 гектара земли в стороне 5 дворца уже планы земли продано уже строится дорога подводится электричество мы приобрели еще в низино 8 гектар земли под застройку потому что кому-то интересно с подрядом купить дом под петербургом в 15 минутах езды от города это юго-восток города получается у нас петродворец ломоносов финский залив а вот это направление может также обращаться но дома планируем продавать подряд в общем мы растем это помогает биться дальше расти когда видишь результат отличный вопрос после него подход на банке цитрулина генетика указана дозировка 0 5 грамм не маловато ли спасибо а а сидоренко видимо александр или алексей сидоренко вы абсолютно правы 0 5 грамм цитрулина очень мало но в российской федерации по закону по мт ртс санфину запрещено что порция цитрулина была выше поэтому для органов просто потребнадзора мы указываем все соответствии с законом но при этом мы для вас на упаковке указываем сколько всего грамм влезет в черпачок смело говорит черпачок цитрулина его пьете как делаю это я у нас не может быть больше 150 миллиграмм кофеина в порции поэтому вы можете обратить внимание что вот во все вести притерены на порцию сделано 500 грамм кофеина не может быть элькарнитина больше чем 900 миллиграмм на одну порцию на одну капсулу а поэтому если посмотрим на бутылку элькарнитина жидкого там будет написано что состав внутри 122 порции элькарнитина хотя как спокойно можно выпить и 2 и 3 грамма карнитина это будет безопасно и это будет более эффективно витамин d американцы видите продают 5000 на капсулу единиц 10000 единиц на капсулу в российской федерации законно выпускать максимум 600 единиц витамина d на одну капсулу и видите мы во-первых заботимся о наших партнерах на магазинах чтобы их там не оштрафовали за нарушение нарушения какие-либо даже на упаковке качество у нас давайте я не буду кривить душой выше лучше сделать нельзя вот просто нельзя чистейшие компоненты чистейшее серфицированное производство максимально безопасно соблюдение принципов хасп и исо причем нескольких исо но вот формате упаковки есть нормы нашей страны ребят триблус россии нельзя делать понимать триблус россия официально в розницу выпускать мы не можем как бат как спортпит у американцев триблус россии может быть только лекарства вот такие вот дела по плану сегодня максимально уштать спину при этом не грузить поясницу поэтому первая часть всех движений у меня будет вертикальное подтягивание вертикальная тяга ее передвинули теперь она там я увидел потом может быть сделаю еще что вертикальное наверно пулловеры с верхнего блока а после уже перейду горизонтальной тяги может там ногу повторочку сделаем может по тренажерам пройдемся в общем я еще подумаю в процессе так ребят дальше вопрос про стрии стрии это ребята растяжки почему у кого-то они есть а у кого-то их нет ну во первых потому что кому-то повезло кому-то не очень обусловлено это несколькими причинами первое это ваша генетика это врожденное соотношение коллагена эластина ваших тканях это зависит эластичность и качество кожи это первая причина то есть ребята которые не жрели дико да там не сбрасывали резко вес но в процессе тренировок образуются растяжки следующая часть людей разки те у кого были очень толстыми кожа поэтому растянулась там это сбытка жира они похудели остались растяжки это второй тип людей и третий тип людей у которых проблем врожденных нету и они вроде бы не жирели и не худели безумно но при этом растяжки это связано сильно с нарушение питания с нарушениями обмена веществ которые вызваны нарушением питания нужно правильный макро белков жиров углеводов будут частности конечно целостные белки полноценный аминсотный состав норм белков набирать и жиры потому что мембраны клеток это жиры то есть жиры насыщенные и ненасыщенные животные растительные силы подходит в ваш организм если все будет в балансе то и у вас нет проблем со здоровьем то конечно можно минимизировать вероятность появления растяжек но какие-то мини-мини-мини так или иначе у любого спортсмена силовых видов спорта будут но у некоторых супер незаметные как в частности у меня у меня такая особенность у меня супер регенерация вот мой шрам ребята от полного вот это было полный доступ я был разрезан целиком на канале есть видео с операцией и то есть не то что шрам то найти невозможно я срастаюсь как на собаке заживает я собака и зада какая-то меня мне кажется можно разрезать я срастусь к утру скорость регенерации сумасшедшая полный отрыв груди запрет по занятий спортом на полгода только через два месяца можно было взять разминаться так вот я потом через полгода заниматься через полгода ровно серебряная медаль шутеротен классик не села на моей шее когда увидел мой хирург и зав отделением хирургии где меня оперировали сказали мы сразу поняли что он глобанутой делаю видео в моей любимой методике начало движения из момента спитового сокращения наполнить максимально мышцу кровью ощущения будут совершенно другие много раз подтягивала много не говорим об этом просто чуть-чуть сняли показали и попрос добрый день я а появятся ливни и в линейке я и сэншелами на эйсет смеси замен 11 аминокислот большой проходит маркетинг рекламы этой смеси если вам нужно появятся думаю в 3-5 вкусах мы выпустим пощупаем рынок особо в россии никто не выпускает да и в мире не скажу что сверх выпускаемая продаваемая добавка но почему не попробовать думаю что да вообще рецептура готовая просто руки не дошли выпустили комплекс везаминов группы b water balance растительный диуретик вышла вот бета-аланин вышла аргинин капсула бета-ав капсула и там еще новиночки были поэтому все постепенно три вкуса протеина новых было как ты избегаешь отечности отказ таких продуктов я не избегаю отечности отказа специального нет у меня продуктов я питаюсь очень весьма однообразно полноценно и качественно вообще считаю что отечность связана именно либо с аллергией это ваша индивидуальная непереносимость либо с низким качеством продуктов считаю что от творога не отекают считаю что на твороге можно подводиться к соревнованиям но если вы купили хорошее молоко сроком годности 5 дней купили закваску намесали закваску в молоке поставили в тёмное помещение 24 часа на паровой бане сделали сами творог ешьте на здоровье если вы купили творог в магазине с большой долей вероятности вы купили продукт но не самого высшего качества и биологической ценности если он является таким как я сказал то вряд ли у вас от него не будет отеков поэтому проблема не в продуктах в основном если у вас нет аллергии а в качестве продукта а качество ряда продуктов заставляет желать лучшего вот так вопрос популярный стал резко статины на курсе аэс есть ли смысл если ваш индекс атерогенности очень высокий если все другие способы контроля индекс атерогенности вашего липидного баланса липидного профиля не помогают и уровень трогенности является опасным для жизни здоровья вашего организма то применение статинов логично и необходимо если же вы еще не пробовали другие методики и хотите следовать какому-то слепо следовать бессмысленному необоснованному протоколу применения статинов просто так с самого начала курса то вы безумец то же самое что бездумно употреблять антиэстрогены на курсе просто потому что так делают все нет так делать нельзя нужно индивидуально отслеживать реакцию ароматизацию реакцию на препараты ведь большинству не нужны антиэстрогены у очень многих ребят просто балденон вполне хорошо справляется с этой функцией поэтому я считаю что статины это очень эффективный препарат который действительно нужен многим людям считается препарат так скажем крайнего вмешательства да если ничего другого не работает то нужно их применять зачастую омега-3 балансированное питание лицетин и триглицетин цепочки могут очень положительно сказаться на состоянии вашего липидного профиля в частности ребята правильное рациональное питание все бады это супер хорошо супер здорово но они поддерживают помогают помогают и усиливают именно ваши силы и ресурсы вложенные здоровое питание поэтому это возможно по рекомендации консультации знающего врача если другие способы улучшения состояния уровня липидного профиля не помогли противном случае использование слепую на всякий случай статинах это безумие очень хочется начать вопрос ответить чтобы не делать подход руслан как ты относишься к тиктоку был опыт сотрудничества но я не думаю что тикток лично со мной сотрудничать хотел бы тиктоку наверно на меня глупо пофигу но у меня есть аккаунт в тиктоке друзья мои па-па у меня нет приложения тикток в телефоне ну я же делаю видочки для ютуба вот есть отдельный специальный добрый человек который ведет мой аккаунт в тикток выкладывает видео поэтому если у вас есть тикток я даже не знаю как он выглядит прикиньте так вот если у вас есть тикток как бы он там не выглядел то ставьте мне там есть лайк лайки лёвка у тебя есть тикток? есть да? а лайки? еще раз ставьте мне лайки в тиктоке пожалуйста ссылка на мой тикток внизу в описании там возможно кайфовые видео я не знаю я не видел но говорят просмотр собирает и растет это здорово вам спасибо вот поэтому но я его скачать хочу на самом деле я даже по-моему сегодня запросил логина пароль зайду на тикток посмотрю сам может какой-нибудь ролик смешной вам сниму такой там типа присел и шорты лопнули надо такие ролики на тикток снимать максимально дегенерати... деградирующие деградационные прокач шоу как у тебя с боевым дела? ой ребят это наверное тема достойность уже отдельного выпуска в общем ну как-то все было не очень весело мне так стало жалко пашу по завершению ролика я говорю паш ну реально не за что извиняться вы все покупали у одного человека да я дал всего лишь контакт где купить ну я понял что он обиделся что что-то я ему там где-то не написал не позвонил когда предложил свою помощь ну а в моей голове было так я предложил он уже надо ко мне обратиться потому что я человек очень занятой ну реально очень занятой я бы ни в коем случае не отказал ну в общем друг друга не поняли я говорю пусть извиняться мне глупать что это что но мне у тебя жалко я с чем-то могу помогу а что он мне уже после выпуска говорит да Рус что ты говорит все нормально это же просто хайп эта работа я такой стою честно я даже до приезда домой пока летел с москвы я был ну слово матное хочешь сказать ну давай так в шоке я был удивлен я думаю блин мне стоило глубоких моральных усилий не отвечать агрессии не оскорблять не вываливать какой-то со своей стороны негатив ну да так скажем ответно хотя у меня очень много тем реально там живых и более более неприятных что мог бы сказать про любого человека но не хотел потому что ну и знакомый давно и ну там отношения в семье хорошие в общем я был поражен фразой что это всего лишь хайп это все все нормально и все хорошо пожали руки на NBC виделись он поздоровался чудесно уже там пожал руку и мне на самом деле конечно ну приятно что на самом деле все хорошо но в общем я был очень удивлен да после этого я же мне скидывали все-таки ролики да где Игорь Гасюнин там очень тоже нелестно отзывался Игорь мне пишет и предложает на свой день рождения я такой и в принципе периодически мне пишут я такой в шоке немножечко тоже нахожусь удивленный тоже как бы ну правда пропустил потому что не мог попасть но кстати Игорь не поверишь у меня для тебя даже уже куплен подарок на твой прошедший день рождения с которым я тебя поздравляю и я тебе обязательно вручу надеюсь надеюсь ты оценишь думаю что он прям максимально сейчас так скажем в твою тему вот поэтому короче для меня было глубоким удивлением все что происходило но я даже не знал темы на самом деле да куда я еду было забавно то есть я был очень удивлен я даже не знаю что еще сказать по этому вопросу лучше подходик сделаю вопрос какие максимальные дозировки фармы ты знаешь ну знаете ну слышал разное но есть один человек имя в данном момент считаю не имея права называть это прошло там много лет после нашего общения но повода пока нету но это в загашнике у меня в общем там дозировки спортсмен сильный ух ты воды с меня спортсмен сильный действительно сильный спортсмен в общем 13,5 грамм в неделю дозировка у атлета категории 100 плюс так скажем это дозировки в СНГ чтобы даже не актуализировать вот такие дозировки видел лично глазами слышал о курсах в диапазоне 15-20 грамм в неделю скажете сумасшествие а я не знаю с чего вдруг если у человека может быть цель быть мистером Олимпе и это его жизнь он готов на все ради этого без проблем ведь что в нашем спорте хорошо и почему я считаю глупым за пред фарма люди пытаясь забыть наркотики идут на крайние меры убивают ворут там телевизоры из дома я не слышал про качка который украл у бабушки кошелек чтобы купить метан когда хотят украсть бабушки кошелек чтобы купить жутку водки слышал при этом водка полностью легально законно покупай пей дохни скорее дорогой горожанин а вот за пачечку метана за одну можно уехать на восьмерочку поэтому как бы ну такие вопросы к нашему государству опять же есть а так вот например мои дозировки кому интересно да это полтора грамма реально знаю ребят которые прогрессируют на хорошем уровне в диапазоне 800-900 наверное зачастую встречаю это дозировки в диапазоне двух грамм но замечаю что это ребята которые применяют низкого качества бренды там 2-3 грамма бренда низкого качества и на самом деле подозреваю что у них реально дозировки краски грамм в неделю у этих пацанов ну вот там диапазон минимально считаю что может быть эффективным где-то 300 в неделю меньше смысла честно не вижу лучше реально креатин с витамином С будет больше эффект 100% и еще для здоровья будет безопасно потому что 300 миллиграмм в неделю на мой опять же сугубо взгляд да по степени так скажем побочек недалеко безопаснее чем грамм вот например между полутора граммами и десятью граммами уже пропасть в плане побочек и нагрузки на организм давайте сразу кому интересно ребята тут работают широчайшие за счет тяги руки вот рука тянет работают широчайшие я скручиваю корпус специально тренирую мышцы корпуса межреберные зубчатые мышцы пресса и у меня все работает чудесно если вы вдруг не видели в этой книжке или у блогера подобного упражнения то есть слава богу вот я вам показал мне нравится очень функционально пресс отдельно качать просто тупо некогда в тренировках стены выполняю иногда там просто тренировки груди как топ нагрузку на широчайшие на пресс мне очень нравится я очень чувствую мышцы спины чудесно нагружаю корпус пробуйте прежде чем писать там комментарии что уже такое я делаю я недавно просматривал комментарии угорал под разные видео кто под одним видео покажите необычное упражнение показываешь необычное упражнение а нахера это делать можно просто нажать штангу карто дидит так кто 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 он что по сколько ты ставишь гр на все бабки нет ну реально ребят начинал в 6 единиц у меня определенная схема чтобы гормон не заливал перед соревнованиями мы его повышаем до качественной степени а потом снижаем это позволяет гормон не отключать полностью поэтому избежать так скажем задержки жидкости от него оставляем минимальную дозировочку мы оставляем а сейчас пик пик по приему гормона сейчас вторая неделя по 15 единиц вот их две недели до этого шло по 9 на самом старте подготовки по 6 по 6 когда было утро вечер ставился когда по 9 он ставился 3 утром 6 на ночь либо 3 утром 3 до тренировки 3 на ночь сейчас тоже самое по 5 по возможности снижал ли дозировки когда болел коронавирусом я отменял фармакологию полностью потому что краски у меня закончится крайний турнир маска фест нам сказать да да я с него привез бронзную медаль все так вот и было плановое принципе уже все пока ты и я на нем как бы собственно корр коронавирус их потонул я перенес легко в целом считаю через сколько дней после к вид начал тренинг быстро вернулся в зал но практически сразу сейчас сразу но задыхался безумно просто у меня было ну сокращение объема рабочего легких была плохая сатурация не хват кислорода и я поначалу не могут тренироваться но потом сообразил и использовал сальбутамол это для осмачков как фильмов знаете пшикалка сальбутамол сальбутамол принимал около месяца потому что без него в принципе ступеньки уже были проблемой какая там тренировка а потом сейчас все окей я его отменил но в португалию возьму дубу перед сценой чтобы дышалось получше будет сальбутамол чик и вот принтоксифилин я вам показывал перед каждым выходом я буду выходить дважды на сцену перед каждым выходом я планирую вот таблетки поток сильно вкидывать у него есть особенность он включается за 5 минут но и отключается через 30 реально еще подход классических пулловеров и дальше наверное нет еще задели энергии моря но думаю что это будут уже повторение по 16 четыре подхода тяги к животу на блоке на этом можно будет заканчивать потому что надо в один момент остановиться потому что вот сейчас опять же ощущение что при этом можно ебошить ебошить и ебошить то есть и выносливость на то чтобы то есть там фигач еще час до веса будут падать меньше энергии но вот как-то по настрою по движению могу могу работать 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 поэтому если ваша задача и ваш вид спорта связан именно с выносливостью по ходу дела бета-аланинги на эти клапы это прямо а я им говорил не надо на том же оборудовании где туринобол фасуете делать бета-аланинги но никогда не слушают меня так нужно ли греть гормон роста перед введением нет гормон роста греть не нужно в принципе возможности синтетические или натуральные витамины есть ли разница знаете ху разница есть в цене в индивидуальных ощущениях вот все исследования маркетинга реклама которые говорят что лучше хилатные натуральные это витамины звучит логично но доказательств этому нет потому что куча синтетических витаминов потребляется работает повышает уровень в крови и дают нужные результаты можно ли конкретный управлять милдерната это из моих stories не вред милдерната друзья мои просто спортсменам силовых видов спорта в частности именно в частности фитнес бодибилдинг кроссфит милдернат не нужен от слова совсем просто не нужен если вам об этом интересно опять же пишите сделаю ролик про милдернат я расскажу зачем он нужен и почему он точно не нужен лично тебе так что думаешь про прививку от ковид будешь и сам делать на это нельзя отвечать на ютубе потому что большой брат следит обязательно буду делать прививку от коронавируса и набью татуировку фон целикова на вот этой левой сиськи она свободна ты новички или отдыхаешь периодически кондиции пушечный круглый год по моему инстаграму видно что я отдыхаю пропадает количество фото в зеркале я держу форму всегда я считаю любой культурист который превращается в кусок говна жирного или дрища межсезонье он оскорбляет себя и победит портрам занимает потому что именно потому что многие бросают чисто тренироваться нормально питаться можно стать меньше можно от менее жестким но превращаться в кусок говна ну это позорище не нужно быть круглый год в соревновательной форме я не круглый год форме соревновательной но хотя бы круглый год быть форме когда кинуто дети скажут хоть как вот дядя молодец сильная хочу creative как он, пойду наверну там курицу с гречкой вот это зашибись, это правильно берете ли на подготовку спортсменов напишите в директ вообще да но тут дело такое ну вот сейчас мы начинаем работу начали работу с Адамом и Бакаровым но однозначно, когда у меня запыл вопрос мне очень интересно я хочу с ним поработать надо, чтобы я захотел с вами поработать если я не захочу с вами поработать то думаю, что вы не захотите со мной, потому что я вам обозначу стандартную цену и то это очень дешево для моего времени, вы поймите для меня, да я очень много знаю да я могу сделать вам супер форму но оно мне надо, я когда сплю больше зарабатываю чем вы мне заплатите, даже по высокому тарифу, за мою работу, за мои знания поэтому, я думаю, можно будет найти кого-то еще но если есть желание и возможность, напишите мы пообщаемся, про 5HTP что можешь сказать сам принимаешь ли используешь сам, 5HTP это 5-гидрокси-Л-триптофан который является прекурсором серотонина серотонин гормон радости потрясающая добавка, многофункциональная кому-то помогает бороться с депрессией кому-то помогает с контролем аппетита гораздо таки, кто много кушает из-за депрессивных состояний поэтому часто в жиросжигателях находится 5HTP у кого-то улучшается качество сна общее настроение, стрессоустойчивость снижается нервозность да, это крутая добавка кстати, чтобы вы понимали я же смотрю отчеты это один из топ-продуктов, которые продает генетик и один из топ-продуктов, которые заказывают наши STM'щики мы выпускаем, собственно, торговые марки для людей в том числе помните, когда я рассказывал уже показывал, наверное, да что я же очень неудачно сделал инъекцию в спину пробил нерв вот сейчас качаюсь прям чувствую, правая уже забита дико прям ощущение в спине сумасшедшее а левую широчайшую чувствую еще плохо мне позировал, был хороший свет да, отек до сих пор есть межреберный, плоховато видно прошла уже, наверное, вторая неделя примерно я думаю, в турниру до всего остановится но было страшно больно, ребят такой боли не испытывал что делал? кому интересно, да, при повреждении нерва сразу резко высокие дозировки витаминов группы В повышенные дозировки отдельно приобретается никотиновая кислота, витамин ПП ну, это, наверное, самое такое основное на массаж ходил пару раз но отек до сих пор есть вот именно в пропорциях спина уже не отухшая мышца а вот подкожный отек меньше венозность на левой широчайшей и ощущение все равно вот сжимаю что-то уже чувствую в плане ощущений мышц лучше болевой синдром уже прошел поэтому первые ночи я спал я руку не мог положить на себя руку там закидывал и я не мог ее не прижать не вытянуть то есть так как-то постоянно вот очень плохо, очень страшно больно было и прям такие опасения за турнир думаешь, вот, блядь, почему у меня начинается какой-нибудь пиздец за несколько недель кстати, рука, смотрите гематома уже почти полностью прошла немножко осталось синяков уже практически полностью еще прощупывается вместо надрыва но хорошо уже стянулось как я говорю приятный бонус очень быстрая регенерация ткани в моем организме мне это очень помогает так, я хочу сделать тягу в голову пока там никто не тусуется я сделаю пока if you are bad I'm your dad написано а мы ответим нашему гостю за рубежа макдоналдс, чикен макнаген, транслейтер, бритни спирс I speak English with dictionary по выступлению на Олимпии мы уже будем остальные турниры планировать, друзья мои потому что пока турниры есть, турниров довольно-таки много кстати, есть Египет, есть Чехия, есть Польша, куда мы точно летим есть Румыния наверное, стоит поделиться новостью, приятной для нас она еще не финальная, это просто маленький шаг мы подаемся на визы американские я смог договориться выбить свободные места в записи на очередь в Польше в то же время, когда мы там летим на турнир буквально пару дней подождать поэтому мы и на билетах экономим и время экономим поэтому мы с Романом подаемся на американские визы и вы наверняка следите за американскими турнирами и видите, что конкуренция в целом там гораздо ниже и в любителях и в ПРО, на мой взгляд опять же, я не видел это вживую, я видел тут фотографии но, если мы получим визы когда мы получим визы мы будем полностью перекраивать весь свой график и, конечно же, делать ставку на турниры в Соединенных Штатах Америки интересно и вам, думаю, тоже будет интересно посмотреть как же там будет происходить а, друзья кстати, кто из Питера у вас будет уникальный шанс прийти на семинар доктора Драйздина 11-го числа мы проведем его на территории Ильиджима ну, просто сюда в Фитцепс ехать далеко к сожалению, ребята, сюда не приехать ну, метрошки нету рядом и транспортная в общем, не в городе находится хотя вот, если вы живете в этой части города Таллиннское шоссе то Фитцепс это вообще бомбовый клуб реально, по оборудованию, по атмосфере по наполненности по количеству посещений ну, почти вся моя подготовка проходит, на самом деле, здесь хотите встретить меня? Приезжайте кстати, здесь гостевые вот и, кстати, подготовка Мухаммеда и Лямама тоже прошла здесь скоро Мухаммед будет на Олимпии поэтому в этих стенах, считайте, олимпиец тренировался тренируется ну, еще вот, так вот доктор Дразин врач андролог и, мало того, семинар будет посвящен именно темной стороне силы фармакологии, спорте семинар будет авторский полностью семинар будет платный видеозаписи его не будет есть вероятность, что будет платная онлайн-трансляция но еще нет точно поэтому, питерские ребята пишите в директ мне по записи на этот семинар ну, все, ребята, сделали тягу к животу очень захотелось сделать что-нибудь еще, поэтому чуть широчайше и моя любимая задняя дельфи да и все, ребятки если ролик понравился, вы знаете палец вверх я надеюсь, вы уже написали комментарий вопрос задали если нет задавайте на самом-то деле, вот формат вопрос-ответ мне кажется, довольно-таки всегда был интересен вам ну, вот эти вот все такие сидящие едущие в машине ролики не всегда заходят если понравилось в формате тренировочки поделали, поговорили напишите поставьте палец вверх прям отдельное будет спасибо скиньте корюшу ролик, если понравился выложите у себя на него ссылку свайпик сделайте, если в инсте есть возможность ну, просто, чтобы канал рос чтобы работа не была не то, что она не была бесполезной чтобы она была еще более эффективной и больше людей могло получить информацию спасибо за просмотр всех обнял до встречи субтитры сделал DimaTorzok